Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам в России. Будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена с 2016 года. Возобновление индексации подразумевает поправки в Конституцию России, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабрева на заседании Госдумы. Хабрева отметила, что регулярная индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам, будет закреплена в 75-й статье Конституции. Согласно законопроекту, в ней появится норма, гласящая, что система пенсионного обеспечения граждан в России формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, и при этом регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом. Само правило сформулировано без изъятий, и возможно только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ, индексируется, заявил Хабрева, отвечая на вопрос, одного из депутатов о том, будет ли возобновлена индексация пенсий работающих пенсионеров. Проект закона о поправках Конституции Российской Федерации 20 января внес в Госдуму Владимир Путин. 23 января поправки были одобрены депутатами в первом чтении. Второе чтение законопроекта ожидается в феврале. Если после просмотра выпуска, у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важный правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях, и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами, и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!